На развитие агропромышленного комплекса в Ненинском округе будут выделены федеральные средства. Благодаря софинансированию общий объем поддержки сельского хозяйства и АПК в 2021 году составит порядка 94 миллионов рублей. Об этом стало известно в ходе заседания профильной комиссии окружного парламента. Ольга Русл продолжит. На гранты семейно-родовым общинам коренных малочисленных народов Севера в следующем году выделят 5 миллионов рублей. Максимальный размер гранта 300 тысяч рублей. Кроме того, еще полтора миллиона рублей предусмотрено на реализацию оленеводам и чумработницам дров для отопления кочевого жилья по льготной цене. С учетом сложности, которая складывается с финансированием в следующем году, мы наблюдаем недофинансирование ряда статей. Основные расходы, конечно, сохраняются. В первую очередь, на 100% сохранены субсидии на поддержку оленеводства, молочного животноводства. То есть, госпроизводители получат финансовые средства, запланированные в полном объеме. Кроме того, в бюджете предусмотрены субсидии и гранты социально ориентированным некоммерческим организациям, реализующим проекты в сфере развития межнациональных отношений или представляющим интересы коренных малочисленных народов Севера. На эти цели направят 818 тысяч рублей. Максимальный размер гранта составит 250 тысяч рублей. Еще 500 тысяч предусмотрено для НКО на организацию их деятельности. Также депутаты предложили предусмотреть средства на гранты некоммерческим организациям на выполнение социальных проектов и на субсидии местным бюджетам на реализацию проектов по поддержке местных инициатив. На 2021 год на эти цели финансирование не предусмотрено. Недофинансированные на следующий год планово остаются пока еще расходы, связанные с компенсацией доставки продукции в отдаленные населенные пункты. Это вопрос очень серьезный. В заседании у нас присутствовали руководители потреб общества. Все и депутаты единогласно высказали за то, что нам в следующем году эту субсидию обязательно нужно сохранить, для того, чтобы поддержать жителей населенных пунктов, для того, чтобы не допустить повышения цен на продовольственную продукцию и для того, чтобы все продукты необходимые были в полном объеме, чтобы не допустить ни в коем случае срыва завоза продуктов питания в эти отдаленные пункты. Вместе с тем, по словам руководителя Департамента природных ресурсов, экологии и агропромышленного комплекса Ненецкого округа Альберта Чебдарова, в 2021 году увеличится объем федеральной поддержки сельхозпроизводства оленеводческих хозяйств. Речь идет о компенсирующих субсидиях на поддержку племенного животноводства и возмещении части затрат по наращиванию поголовья северных оленей сельхозпроизводителям, крестьянским фермерским хозяйствам, СПК и акционерным обществам. Депутаты также предложили ни в коем случае не выделять субсидии, к сожалению, в прошлом году эти случаи были, не выделять субсидии на поддержку сельхозпроизводителей из других регионов, для того, чтобы эти случаи исключить. Благодаря софинансированию с федерального бюджета общий объем поддержки в 2021 году составит более 94 миллионов рублей. Для сравнения, в 2020 году из федерального бюджета выделено 22 миллиона рублей. И общая сумма составила 35 миллионов рублей. Увеличение финансирования стало возможным благодаря совместной работе регионального собрания депутатов и администрации округа. Ольга Русул, Дмитрий Лукиевич, Телеканал «Север».